привет 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 я думал честно говоря начать все равно с кого-то введения потому что безусловно валерия например очень много про это все говорит и она уже плавает как рыба в воде не знаю местное такое сравнение в инклюзивном дизайне а я очень мало про это что знаю честно говоря поэтому наверно буду хороший наивный дилетант вот и я думаю что было бы классно начать с того что просто все равно повторить для слушателей которые могут быть не настолько прошарены в теме что вообще такой инклюзивный дизайн чем это отличается от accessibility в частности но если говорить про инклюзивный дизайн то тут самое главное слово инклюзивный то есть включение включение человека в мир и когда мы говорим про это включение то мы говорим очень о разных сферах о разных областях это включение может быть включение в digital включение в ресторан в кафе в спортзал это может быть включение в образование и когда мы говорим про тот самый инклюзивный дизайн это история про включение во все в том числе в процесс то есть например что процессы в компании настроен таким образом что человек с нарушением слуха может связаться с компанией потому что очень часто люди с нарушением слуха не могут сделать давай попробую переформулировать чтобы посмотреть правильно я понял речь о том что когда мы проектируем там продукты и сервисы и все точки соприкосновения с компанией мы делаем их инклюзивными то есть такими чтобы все могли ими воспользоваться или максимально широкий круг людей да здесь очень важно понимать что когда мы говорим опять же про инклюзивный дизайн речь идет не только о людях с инвалидностью а скорее речь идет о сценариях в этом смысле очень мне нравится iphone потому что у нас один объект один предмет дизайна но при этом он учитывает огромное количество сценариев взаимодействия с ним то есть нету отдельного айфона там для незрячих людей или отдельного айфона для глухих людей или колясочников все пользуются одним и тем же устройством но она учитывает вот эти вот разные сценарии и при этом как бы все люди могут им и им воспользоваться слушайте очень прикольная помощь что когда-то кто-то говорил про coca-cola что это такой уникальный продукт который абсолютно один для всех что типа там президенты и бездомные пьют одну и ту же coca-cola вот и iphone это мне кажется второй такой продукт который абсолютно один для всех для и для президентов и для бездомных и для людей с нарушениями слуха и для для нас для всех но я надеюсь что все-таки таких продуктов гораздо больше но таких таких крупных которые у всех на слуху да действительно и так и здесь мне очень нравится история про то что принципе эти компании у них очень большой рынок и они могут не задумываясь да не обращать внимание на какие-то маленькие сегменты с них не убудет вот но при этом это история про культуру про часть большой по большого представления о взаимодействии с клиентами и вот в этом смысле мне как раз очень нравится такой вот широкая рамка слушай но в случае с apple понятно да они могут себе это позволить как ты правильно говоришь это гигантская компания не могут себе позволить думать обо всех и ставить самую широкую рамку могут позволить не думать потому что ну как бы там как не думаю что они прям сильно очень зарабатывает на этом но что делать тем простым смертным из нас кто у кого меньше возможностей или не знаю или меньше широты взгляда этой самой рамки для того чтобы быть инклюзивным не будучи apple мне кажется к счастью или к сожалению нужно быть талантливым и образованным если ну если говорить про себя немножко про то почему как бы я так люблю инклюзивный дизайн потому что мне кажется что эта история про ограничения то есть у тебя есть какие-то рамки и чем больше у тебя их этих рамок тем больше тебе нужно включать фантазию тем больше тебе нужно быть насмотренным тем больше тебе нужно быть образованным и больше включать голову и для меня как раз инклюзивный дизайн эта история про ну про что-то интересное я вот сейчас готовлю программу к курсу своему и я прям сижу и просто получаю огромное удовольствие потому что я копаюсь в куче технологий я копаюсь в кучи решений мне прямо супер интересно ну очень странно да но я например не знала о том что в powerpoint есть функция субтитров параллельных то есть ты говоришь и они прям сразу искусственный интеллект вводят субтитры и мы сразу слово слово то что ты говоришь в режиме онлайна и я вот невероятно как-то меня прям волнует возбуждает вообще радует вот какие такие очень обыденные вещи которые про ну обыденность но при этом они используют как раз тот самый там великий искусственный интеллект но в очень практичных вещах и если возвращаться к твоему вопросу что же делать собственно вот таким вот так маленьким стартапов да например эта история про то что ну как бы и я думаю что она не только инклюзивности касается действительно когда ты работаешь в каком-то таком маленькой компании у которой мало ресурсов ты должен много знать потому что тебе нужно искать самые эффективные классные решения в этом смысле как раз знание про то от чего зависит доступность они супер важны потому что когда ты понимаешь что а если мы говорим про дизайн то доступность зависит от контрастности шрифта относительно фона но ты понимаешь что тебе не нужно какие-то там быть и пом чтобы делать такие вещи ну да про контрастность сложно поспорить хотя мы спорим все равно я на работе постоянно типа случаются моменты когда контрастность кажется недостаточная но это кстати отдельная тема про которую можно закопаться мне хотелось вот немножко все равно про что поговорить ты говорил что тебе даже интересно почему людям нужно чтобы им руководство сказал заниматься доступностью почему они не верят что сами могут это сделать я попробую поиграть адвоката дьявола и прикинуться вот таким человеком который почему-то не может и просто для для нашего разговора ну например потому что и так главе не помещается все что нужно сделать там мы делаем новый продукт очень сжатые сроки руководство давит за то чтобы вообще его сделал и он запустился как тут про это вспомнил не знаю как как это какая-то дополнительная часть мозга как нарастить эту часть что чтобы не забывать про инклюзивность я вот как раз думала по этому поводу и мне кажется что эта история про культуру потому что сегодня у дизайнеров уже не возникает вопроса про юикс да то есть ты как бы у тебя не возникает мысли о том что ты можешь об этом не подумать и никому не приходит в голову сходить к руководству и спросить дайте мне ресурсов чтобы я сделал хороший юикс звучит как-то даже супер странно и с точки зрения инклюзивности на самом деле это тоже самое то есть как бы мне как человеку который понимает в чем заключается инклюзивность что такое реализация инклюзивности для меня эта фраза звучит примерно так же это звучит как будто я дизайнер я сейчас пойду к руководству и попрошу их чтобы они мне сказали чтобы я делал хороший дизайн ну то есть ну кстати такие ситуации бывают но не такой конечно не в такой постановке но когда руководство топит не знаю за то чтобы запуститься быстрее или нарастить какую-то определенную метрику а у дизайнера свой взгляд противоположный там вполне может быть конфликт на этот счет может быть конечно это нормально как бы мир непростой да я не буду тут говорить о том что все все мир простой все идеально нет ну да ну то есть смотри правильно ли понимаю что ты говоришь что что это просто часть хорошего дизайна условно говоря что если ты просто делаешь нормальный юэкс ты должен подумать разных разных сценариях в том числе разных людях разных типах людей да и о разных сценариях взаимодействия с твоим продуктом в первую очередь потому что конечно я думаю все видели картинку модели майкрософта в которой есть постоянное ограничение там человек без руки или у человека у которого нет зрения временное ограничение там например рука сломана или ты там она чем-то занята вот и когда мы как раз думаем про вот этот сценарий эта история про то чтобы как раз учесть все это многообразие сценария вот возвращаясь к твоему комментарию комментарий наверно был про то что ну что это просто часть хорошего дизайна что нет никакой дополнительной штуки да реально очень интересно я за последние месяцы сделала для нескольких музеев аудит экспертный по доступности и очень интересно что большинство моих комментариев 80 процентов комментариев это была история не про контрастность а про именно хороший юикс то есть очень непонятная неконкретная архитектурная страница плохая архитектурная страница ведет к тому что разработчики не всегда корректно дальше ее переносят в код и соответственно дальше она ужасно выглядит для незрячих людей они просто не могут в этой странице навигироваться и вообще понимать что вообще на этой странице находится а все идет именно от хорошего юикса ты имеешь ввиду говоря про эту архитектуру какую-то семантическую структуру до заголовки то как пользователь должен взаимодействовать с элементами какой элемент за каким идет как как они должны прочитываться что например если мы говорим про выставку то сначала должна быть описание этой выставки одни следующие элементы про следующую выставку то есть какие-то супер простые элементарные вещи но вот как опять же если мы говорим про инклюзивный дизайн то все вот эти вот вещи про хороший дизайн который нужен всем он вроде бы будет неудобен любому человеку вне зависимости от того есть у него инвалидность или нет просто для человека с инвалидностью это чаще всего не становится непроходимым барьером вот когда я работала с бертехи у нас там такой был порожек вот от двери противопожарной и вот через этот порожек все время все спотыкались женщины особенно каблуках но для человека например на коляске все этот порожек уже не проходил и ну вот в дизайне и дизайне в том числе от двери все то же самое слушая про сбер и не знаю что можем ли мы такие вещи обсуждать но я помню блага эта история когда грех примерял специальный костюм человека с ограниченными возможностями и там ездил тоже в инвалидной коляске или что-то такое я не знаю правда чем то есть чем чем закончилась вся эта история в итоге история про костюм это была часть нашего большого проекта то есть я делала большое исследование про то как банк взаимодействует людьми с инвалидностью мы изучали физическую среду цифровую среду коммуникацию как раз тогда выяснили что на самом деле коммуникации является самой большой проблемой то есть не пандусы не недоступность цифровых продуктов просто люди боятся люди не знают как коммуницировать с людьми с инвалидностью и это дальше все влечет все остальное вот и история с костюмом это была часть вот этого большого проекта которая так знаешь как айсберг у которого есть вершинка и вот все увидели только костюм грех в костюме а вот эту вот большую работу по написанию руководств по огромному исследованию причем на тот момент это было самое большое исследование в россии никто не делал такого до этого вот то есть из этого родилась очень большая история из этого родились руководство из этого родилась работа в цб которая сегодня привела к тому что есть у нас рейтинг доступности в россии и когда я ездила в вашингтон и представляла и рассказывала про нашу работу в россии там все были очень удивлены как раз вот этим вот этим вот этому рейтингу потому что на западе нету рейтингов по доступности и они такие ага классная идейка нужно взять на на вооружение вот еще одной прям супер супер важный важным результатом мне кажется все той же истории стало то что 1 апреля 2020 года в россии вышел новый гост по доступности и это очень классная история потому что если раньше государство не могло требовать доступность потому что у него не было документа на который он мог бы ссылаться и сказать сделайте вот как-то вот чтобы доступно было как вот там написано то сегодня есть такой документ и сегодня государство уже следующим шагом может принимать следующие законы про требования доступности ссылаясь на вот тот самый гост да слушай хочется пошутить про 1 апреля но боишься это неуместно будет и глупо да особенно когда это было все формате изоляции и когда на most.ru люди не могли незрячие заказать пропуск для выхода из дома это конечно все было да 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 интересно слушай а вот как как можно возвращаясь даже вот просто к тому что структура страниц и тексты имеют огромное значение как это проверить опять же простым смертным из нас если у нас нет костюма какой-то который был у греха как понять что твой дизайн норм или не норм я могу наверное сейчас накинуть да какие-то просто свои мысли прям супер верхнеуровнево там дальше уже как раз на курсе мы будем обсуждать детали но если прям совсем мало верхнеуровнево говорить то у страницы должны быть понятные блоки то есть шапка и подвал па-бам как подожди подожди я сама хочу за ним поспорить а если магизанн и не предусматривает шапку и подвал нормально пусть как бы если предусматривает то не предусматривает это нормально просто часто она предусматривается и это как раз два блока которые помогают незрячему человеку подняться илиаемки направление либо ниже дверь n documents это такие два ориентиры которые разработчики знают, и они их прям отдельно выделяют в коде. Если нету, то нету, ничего страшного. Дальше, соответственно, опять же, должны быть блоки смысловые, которые озаглавлены заголовками. Если есть внутренняя вложенность, например, как у новостных порталов, например, новости спорта, политики, моды, дальше в спорте может быть волейбол, футбол и так далее, а дальше в каждом подблоке идут статьи. И вот если есть такая очень понятная, понятная архитектура, то незрячему человеку он не будет слушать все, что находится на странице, он сможет очень быстро по заголовкам первого уровня оказаться в спорте, по заголовкам второго уровня оказаться в футболе и дальше прочитать, кто там выиграл в эти выходные «Спартак» или «ЦИСК». Кстати, у «Спартака» есть на матчах свои тифло-комментаторы, которые рассказывают незрячим людям, что там происходит на поле. О, круто. Только у «Спартака»? Возможно, не только, но вот мой коллега, бывший из «Леры» рассказывал мне, что вот у «Спартака» такое есть, да. Я прямо мне показалось, что тоже круто. Круто, круто, круто. Респект. Да. Слушай, а все ли сервисы должны... То есть, есть ли какой-то класс сервисов, в котором не нужно было бы, например, для незрячих делать адаптацию? Я сейчас опять боюсь, что я ужасную вещь скажу, но там, условно говоря, «Спотифай», я представляю себе, что, конечно, огромное количество незрячих людей им пользуется, а условно «Инстаграм». О, ты что, «Инстаграм» почти у всех моих незрячих друзей есть. Они все им пользуются. И более того, «Инстаграм» на самом деле много делает для доступности. Они... У них есть своя нейросетка, которая распознаёт, что находится на картинке. Если картинка не подписана для незрячих, то они пытаются как бы рассказать, что там находится на картинке. Поэтому, конечно, «Инстаграм» должен быть доступен. И тут есть такая связка. очень классная, смысловая. Именно как раз всё идёт от технологий. И опять же, спасибо, Эту. Вот. У них есть элементарные какие-то технологии, которые позволяют незрячему человеку навести на человека фотоаппарат, фотокамеру. И камера сама сфокусируется на лицо. И получается, незрячему человеку она помогает сделать хороший кадр. Вот. И таким образом люди спокойно выкладывают свои фоточки, свои семьи и так далее. Причём, я вижу фоточки не только в Инстаграме своих незрячих друзей, но и в Фейсбуке. Вот. Но это всё какие-то наши стереотипы, потому что есть там, например, незрячие ребята, которые классно катаются на скейте, делают вот эти вот все прыжки, заезжают на рампы. И кажется, что как это вообще возможно, но если ты хочешь. Слушай, космос. Просто космос. Как об этом узнавать? Я чувствую, что это какая-то часть жизни людей, которая почему-то вне моего информационного поля. Ну, или я сижу в своём комфортном пузыре и пропускаю эту часть жизни. Как про это узнавать? Я на самом деле долго думала, заводить ли мне свой канал. Вот. Потому что... Заводи. Потому что, ну, короче, это не то, чтобы прям моя такая очень яростная потребность, но в какой-то момент я поняла, что я являюсь свалкой просто и кучей знаний об этом всём. И в России не так много каналов, которые рассказывают именно про технологии, для людей с инвалидностью. И мне кажется, что важно знать про эти технологии, потому что они нужны для разных других сценариев пользовательских, не только людей с инвалидностью. Можно читать у меня есть европейские классные дизайн-студии, которые, например, делают протезы. Это просто невероятно красиво. Вот просто эстетически, когда ты смотришь на это, тебе кажется, что ребята просто ужасно талантливые, и это очень классно. Кроме того, их идея была в том, что они хотели, чтобы когда люди смотрят на эти протезы, они думали, ой, не бедненький, а вау, как круто. И у них это прям реально получается, потому что когда ты на это смотришь, ты думаешь, а я тоже такой хочу. Я тебе пришлю, они прям реально очень классные. Не, я согласен, это очень-очень здорово. И мне кажется, да, мне кажется, у нас в информационном поле недостаточно всего. Ну там, не знаю, Сталин Гулаг делал интересные ролики, где они просто ездили по Москве и смотрели, как что. По-моему, это потрясающе, и вот мне хочется, чтобы было намного-намного больше такого. Да, причем у меня есть знакомый парень, он очень молодой, из Владивостока, он незрячий. При этом у него нету, по-моему, пальцев, но он просто находится уже далеко в космосе, он занимается нейроинтерфейсами, у него там под кожей есть нейроинтерфейсы, которые он сам разработал, они на самом деле практически идут с Силонным маском в одной параллели, только если у тех законодательство очень жесткое, то у нас в России за ним никто не наблюдает, он делает, что хочет. И когда я с ним говорила, он мне говорил про то, что давай уже вот доступность рассматривать, инклюзивность вот с точки зрения интеграции собственно не биологических вот этих вот наших хваталок, а механических и все это интегрировать. И я говорила, Жень, Жень, подожди, подожди, люди как бы вообще еще не готовы. Вот, то есть он находится вообще в какой-то уже следующей реальности и на уровне мышления, потому что именно за счет того, что ему нужно каким-то образом решать свои проблемы, свои трудности, то он уже технологически уже ушел, он преодолел огромное количество барьеров, которые есть у людей без инвалидности и у него уровень сознания и взаимодействия с диджитальными продуктами, с технологиями вообще где-то уже совсем далеко. Космос. Давай, я хочу зацепиться вот за какую штуку, ты упомянула, что типа, что где-то есть, не знаю, законы, которые обязаны что-то регулировать, где-то нет. Есть, наверное, такая точка зрения, что вот суровый оскал капитализма, строго говоря, не требует. То есть, не знаю, компания не чувствует, что ей очень выгодно. Вот если прям максимально, опять же, сурово в капиталистических терминах говорить, компания может чувствовать, что она вряд ли получит какую-то дополнительную большую выгоду от того, что она вложится в инклюзивность. Это заблуждение? Это правда так? Что им делать? Это просто должно быть, как, не знаю, вот, потому что делать это, потому что это правильно окажется? Или там может быть какой-то еще прямо капиталистический смысл? В Англии есть такой термин Purple Pound. Это деньги, которые недополучает бизнес, будучи неинклюзивным. Есть отчет по экономике, по глобальной экономике или экономике глобальной инвалидности, не знаю, где это слово должно стоять. Вот, по отчету, который мировое, в мире 1,3 миллиарда людей с инвалидностью, это население Китая примерно. Вот, и, соответственно, у этого 1,3 миллиарда еще примерно в два раза больше родственников и друзей, то есть еще 2,6. Итого получаем 3,7 миллиарда людей, которых затрагивает эта область, потому что... Подожди, это почти каждый третий тогда получается на Земле? Получается, да. Вот, и... Мне хочется на секунду оставить это не то, что под сомнение, но скорее лучше понять. Опять же, наверняка у меня сильно искаженный взгляд, но я не вижу вокруг себя, чтобы каждый третий человек обладал инвалидностью, или я плохо, или не туда смотрю. А ты много видишь вокруг себя пожилых, например, людей? Ну, пожилых я вижу. Дело в том, что, ну, если я просто про ту цифру, которую я знаю, да, которая мне близка, это в России 12 миллионов человек с инвалидностью и около 37 миллионов людей старшего возраста. Складываем 12 плюс 37, получаем 49, а в России 146 миллионов, то есть получается как раз треть. А людей старшего возраста мы записываем просто потому, что у них там, условно говоря, ослабленное зрение и слух, и им тоже нужны хорошие контрастные шрифты крупные. Да, 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 всё так. И кроме того, в этой цифре я не учитываю людей, которые испытывают особенные потребности временно. Я ещё не учитывала, там, родителей с колясками и так далее. То есть, если туда ещё всех прибавить, то цифр будет больше, но это, по крайней мере, вот какая-то такая прям чёткая цифра. Окей, но это сильно меняет дело. То есть, получается, это не какие-то редкие люди, а это прям реально, ну, огромная часть нас. Да, это огромная часть нас, и я думаю, что на самом деле те, кто были, например, в Японии, обращали внимание на то, как меняются города, на то, как меняется, как меняется архитектура. Они строят, например, госпитали в середине зданий, они, историю с вендинговыми автоматами у них давным-давно появилось, потому что все покупки нужно делать вот на районе, и это очень сильно влияет сегодня на построение городов, на построение экономики, как сегодня в Европе появляется огромное количество сервисов для пожилых людей, потому что это не молодёжь, которая только начинает зарабатывать, да, это люди, которые уже за жизнь накопили какой-то капитал, банки вообще прекрасно знают о том, что пожилые люди являются очень хорошей аудиторией, потому что они с точки зрения экономического поведения больше накапливают, чем тратят, и для них это вообще очень выгодная история. То есть на самом деле если как бы начать немножко обращать внимание, разбираться и включаться, то ты понимаешь, что это не что-то там такое далёкое, это скорее наш мир, ну как бы мы видим свой Фейсбук, мы видим только наших знакомых. Ну да, ну в Европе-то вообще население в целом стареет, там же тренд в том, что там молодёжи, наверное, да, никто детей не заводит, зачем, потому что все простареют, так что, наверное, скоро это будет даже не третья, а может быть, половина всей экономики, во всяком случае, может уже. Ну, в Японии до 2050-му году планируется, что каждый второй житель будет старше 65-ти. Ого, это впечатляет, конечно. Другой вопрос всё-таки, если вот с дизайнерской стороны закопаться, ну хорошо, мы понимаем, вот там у людей со слабым зрением, они хотят крупные шрифты и контрастные, но в браузере можно нажать Command-плюс и у тебя шрифты увеличатся, а в некоторых браузерах, даже, наверное, уже во всех есть режим readability, который вообще тебе отрендерит страницу с каким хочешь шрифтом, с хорошим контрастом и всё такое. Кажется, что когда ты говорил, что вот нужно убеждать руководство, я говорила про то, что всё зависит от знаний дизайнера, я говорила как раз о таких вещах, которые ты только что произнёс, но каким-то удивительным образом не так много людей знают о том, что такое вообще есть. Я говорила именно о таком уровне образования. Ну да, а могу ли я сделать дизайн, где всё ужасно мелко и неконтрастно, а сверху просто написано? Если вам плохо видно, нажмите Command-плюс. Конечно, ты всё можешь. Другой вопрос. Хочешь ли ты, чтобы твои пользователи занимались увеличением? Хочешь ли ты отрисовывать такое количество макетов, которые при этом увеличении будут нормально масштабироваться? и уверен ли ты, что твои пользователи достаточно образованные, и они знают тоже про этот Command-плюс? Как раз если говорить, например, про версию для слабовидящих, которую все продолжают ещё до сих пор делать, при том, что есть Command-плюс, то я уже многим пытаюсь донести мысль, что если вы очень всё-таки хотите сделать эту кнопку, вот вам очень это нужно по каким-то причинам, вы её делайте, но напишите там, тогда образовывайте ваших пользователей, что чувак, у тебя есть Control-плюс, воспользуйся этим, не надо туда вот это прикручивать всё, весь этот ужас. Ну да, хорошо, слушай, я немножко прыгаю с темы на тему, надеюсь, это нормально, может быть, мы смонтируем потом всё это в нужном порядке, да, а может, и оставим в таком прыжке. Возвращаясь всё-таки к капитализму, окей, мы поняли, что это огромный рынок, но всё равно, вот если ты условная маленькая компания и стартап, и ты, допустим, ещё только-только ищешь Product Market Fit, ты сжигаешь деньги инвесторов, ты пытаешься выжить, есть ли тут какое-то место для инклюзивного дизайна? Ну, во всяком случае, кроме того, чтобы просто сделать контрастные шрифты, окей, всё более сложное, как ты говоришь, когда, не знаю, машин-леунинг распознаёт, что на картинках и делает прям совсем подробную версию для слабовидящих, наверное, такой стартап-то не может себе позволить. Тут мы переходим к образованности разработчиков, то есть, если ты понимаешь, что ты просто делаешь контрастные, тексты и на браузере есть контра-плюс, то ты как бы всё успокаиваешься и знаешь, как выглядит твой интерфейс. То же самое у разработчиков. У них есть библиотеки, они просто берут из этих библиотек и искусственный интеллект, и элементы, и всё остальное, и тут история, опять же, про уровень образованности разработчиков, то есть, они знают об этом или нет, иногда, да, нужно, к сожалению, узнать за них и рассказывать им об этом. Слушай, но это всё равно дополнительная работа, а для стартапа скорость одна из самых важных вещей. Дополнительная работа какая? Знать об этом? Ну, нет, и прикрутить это, в том числе, разобраться в этой сторонней библиотеке, прикрутить её, убедиться, чтобы это работало. Если мы спешим реально просто запуститься хоть как-то, а это нас замедляет. не буду сейчас отвечать, потому что чаще всего, когда разбираешь прям конкретные кейсы, оказывается, что прям в конкретных кейсах можно найти очень какое-то элегантное и простое решение, и, ну, как бы, нет там ничего сложного. Вот, не могу. Ну, наверное, да. На самом деле, согласен, что вообще как-то абстрактно говорить про дизайн, это странно, что, наверное, действительно нужно смотреть от каждой, из каждой конкретной ситуации. Да, 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 да. А может ли быть такое, что, опять же, я просто... Можно я приведу пример? Конечно. Ещё когда я работала в Сбербанке, делали сториз. В Сбербанке, на самом деле, тоже очень большие скорости, и я не могу сказать, что там прям все сидят и такие на расслабоне. Вот. Очень тоже всё интенсивно. И ребята делали, как раз тогда только начинали делать сториз, и они делали кастомные вот эти вот плашки. И у них не получалось сделать их доступными. И они встретились с нами, со мной, моим коллегой, и Паша им говорит, ребята, есть стандартный элемент регулировки, вот этот вот, когда мы открываем главный экран и свайпаем просто главный экран. Вы возьмите вот этот вот стандартный элемент, и сделайте на нём вот эти вот ваши плашки. И у ребят через там, на следующий день они нам показали разработанный элемент. То же самое было у меня, когда я делала гайдлайн по цифровой доступности как раз для Сбербанка. Тоже мы там три дня сидели и думали, как сделать элемент доступным, потом я вспомнила про библиотеки, и через час мы сделали этот элемент доступным. То есть тут время действительно ограничивается только нашими знаниями. И вот в таких случаях всегда можно обратиться к сообществу, когда ты не знаешь, как что-то сделать быстро и качественно. Ну да, ну да, ну да. Я пытаюсь даже ещё дофантазировать, и может быть этот фокус на инклюзивности может наоборот помочь стартапу найти свою нишу даже быстрее. Если они как раз вообще ещё в поиске product market feed, то возможно, если они расширят таким образом свою аудиторию, то они увидят, что там есть какие-то интересные сегменты, которые они вообще могли пропустить изначально. Да, возможно. Я не знаю, почему, когда ты это говорила, я вспомнила один стартап, который думал, они полезли в историю типа Airbnb, но поскольку ниша уже занята, они как раз сфокусировались на люди, которым нужны какие-то специальные потребности, там, люди с инвалидностью, например, люди, которые путешествуют с детьми или еще какие-то вот люди условно с особенными потребностями. И в итоге они сделали классные продукты и Airbnb купили. Слушай, это красивая история. Кстати, вот ты сейчас сказала, там, люди с детьми, я согласен, что это, безусловно, люди с ограниченными возможностями относительно человека без детей. А давай вообще, может быть, перечислим для наших слушателей категории, потому что, да, мне кажется, когда человек слышит, там, люди с инвалидностью или люди с ограниченными возможностями, окей, мы представляем себе слабовидящих, мы, может, представим себе людей с нарушением слуха, маломобильных граждан, и вот мы сейчас в обсуждении поняли, что на самом деле и большинство пожилых людей могут оказаться в этих категориях. Кого еще нужно туда учесть? Ну, я начала в самом начале с истории про инклюзивность и про то, что это история про то, чтобы включать разных людей, и в этом смысле тут и много говорила про разные пользовательские сценарии, да, потому что мы можем все время оказываться в разных пользовательских сценариях, в которых мы оказываемся там, людьми, ну, на самом деле, может быть, идти с инвалидностью, потому что я тоже прыгаю, я прошу прощения, но тем не менее в 80-х disability расшифровывалось как то, что у человека есть какие-то ограничения, то есть это его характеристика, это была сегодня disability, это характеристика среды, то есть среда делает человека инвалидом, не он инвалид, а как бы он находится в такой среде, который ограничивает его возможности. Я там часто привожу на лекциях пример Кейт Холмс, у которой протезы ног, но при этом она может прийти в банк, она может в него позвонить, она может пользоваться цифровыми продуктами. И в оппозицию привожу пример Цукерберга, у которого дельтонизм, и именно поэтому фейсбук синий. для нас этот человек инвалид, хотя дельтонизм не является инвалидностью в России. И сегодня понятие disability, оно про среду, то есть когда человек окружает какая-то среда, которая его делает таким. И в этом смысле мы можем например оказаться в ситуации, когда мы находимся за границей, и мы говорим на другом языке. И мы оказываемся как человек, который не говорит, люди глухие например, они говорят на жестном языке, они говорят просто на другом языке. Точно так же если я окажусь в Японии, я тоже буду говорить, но меня никто не поймет и я никого не пойму. И вот эта история инклюзивности, она про то, чтобы включать людей с разными пользователями сценарием. Слушай, это фантастически круто и точно мне кажется, да, потому что если ты не понимаешь языка, ты совершенно точно с абсолютно ограниченными возможностями. И это же при этом так легко, ну то есть, грубо говоря, там я представлю себе условно навигацию в аэропорту, пиктограммы, там картинки помогают с этим справляться вне зависимости от того, какой язык используется. Да, это другой совсем взгляд на ситуацию. Хорошо. Ну хорошо, а если вернуться вообще, давай попробуем все-таки перечислить разные ситуации такие. Окей, ситуация, когда ты не понимаешь язык, когда ты плохо видишь или плохо слышишь. Я делаю курс с моим коллегой, с моим другом Женью Кузнецовым из Сбербанка, и он нашел классный портал, классный сайт, на котором тебе показывается, как разные люди видят твой текст, и как он, например, виден при попадании света на экран телефона. О, класс. Да, он прям вот эту функцию обожает, потому что, ну как бы, он говорит, ну да, вот понятно, слабовидящий, но вот эта функция, она меня прям очень прет, потому что она как бы показывает тебе для широкого круга людей, как это работает. Кстати, это факт, с телефоном суперочевидно, ты можешь куда-то бежать, на бегу, на улице, при ярком свете, да, и там все у тебя дрожит мелко, отсвечивает, ну да, то есть абсолютно, да, абсолютно ежедневный почти сценарий для многих из нас. Да, кстати, в одном из исследований я прочитала о том, что каждый человек, у которого нет инвалидности, если суммировать все время, которое он проводит вот в таких пользовательских сценариях, это получается около 9 лет жизни. Круто, возможно, даже больше. Я сейчас вспомнил, что за рулем, когда ты едешь, очевидно, ты полностью ограничен в возможностях и очень мало, что можешь делать с устройством. А тебе от него все равно все время все нужно. Да. И вот, кстати, если говорить про руль, я очень люблю ребят из Яндекс.Такси. Они очень мало об этом рассказывают, хотя мне кажется, что этот кейс просто потрясающий. Они для водителей с нарушением слуха сделали интерфейс, который, соответственно, позволяет им визуально видеть, что им пришли заказы, и они соединили часы с приложением. И, соответственно, еще водители чувствуют вибрацию, когда тоже приходит новый заказ. И это как раз про вот это многообразие пользовательских сценариев, когда разные люди с разными сенсорными, в том числе и ограничениями, используют разные сценарии. Но мне этот кейс еще жутко нравится, потому что он очень сильно влияет на общество, так как мы очень редко оказываемся в одном пространстве с людьми с инвалидностью, и у нас из-за этого очень много стереотипов, мы их там боимся и так далее. А тут ты оказываешься с этим человеком в одном машине, оказывается, что ты можешь с ним почему-то еще общаться, и он вообще нормальный, и у него есть работа, и вообще он оказывает тебе классный сервис, не рассказывает про свою жену, про Путина, и про черт знает что, пока вы едете, и ты как бы... Ну и у них действительно очень хорошие рейтинги у водителя с нарушением слуха. Это очень крутой кейс. Есть там какая-то штука, то есть я так понимаю, что пассажиры, очевидно, это тоже крупно показывают, у вас водитель с нарушением слуха, не отпугивает ли это, наоборот, клиентов? Ребята говорили, что, по-моему, нет почти такого статистики, я могу рассказать свой персональный кейс, я ехала на встречу, забыла паспорт, мне нужно было доехать до дома, взять паспорт, потом развернуться, и тут у меня водитель с нарушением слуха, я такая, блин, как я ему сейчас буду все это объяснять, туда-сюда, потом развернуться, вот, и я так думаю, нет, отменю, потом думаю, нет, я не могу отменить, вот, и мы супер быстро друг друга поняли, мы везде проехались, все было отлично. Классно, слушай, классная история. Давай поговорим немножко про то, какой должна быть команда дизайна, чтобы поддерживать это все. Нужно ли, ну, то есть сейчас много, вообще, особенно на Западе, говорится про diversity, и про inclusion внутри команд. Как быть здесь? Нужно ли, не знаю, хотя бы на тестирование приглашать, диверсифицировать как-то пул респондентов, и приглашать людей с разными ограничениями, чтобы на них тестировать продукт, или вообще даже и в команде таких людей иметь? Что ты можешь про это сказать? Мне кажется, что самая классная ситуация, это, конечно, иметь таких людей в команде, потому что это ведет к инновациям. Печатная машинка была изобретена человеком, у которого девушка была слепая, и с точки зрения интима им как бы было неудобно надиктовывать кому-то, да, эти письма, поэтому они придумали печатную машинку. Почта была изобретена, я забыла, как этого человека зовут, отцом, его называют отцом-основателем интернета, тоже по той причине, что у него как бы жена была глухая, и сам он тоже был с нарушением слуха. Т9 было изобретено человеком, у которого ДЦП, ему сложно было набирать тексты. И, конечно, когда у вас в команде есть такой человек, это автоматом влияет на культуру, ты автоматом начинаешь как раз придумывать те самые сценарии, а не сидишь и пыжишься, и думаешь, ну, как бы у нас стартап, нам нужно быстро. Это просто является частью ДНК. Поэтому, конечно, очень классно, когда такие ребята есть в команде, и, конечно, ты понимаешь, что это не какие-то там далёкие люди, а вот они реальные, около тебя. Но если такого человека нет, окей, можно, например, иметь внешнего эксперта, который будет помогать привлечённо. Но и юзабилити-тесты, я бы назвала их последним эшелоном, но, тем не менее, сегодня мало и это кто делает, поэтому, может быть, юзабилити-тесты могут быть, на самом деле, какими-то первыми шажками, просто посмотреть, а как люди пользуются твоими продуктами, а как они вообще, с точки зрения именно сценариев с ним взаимодействуют. Т9, ты сказала, мне прям вспомнилось. Мне кажется, я до сих пор могу слепую Т9 набрать, всё, что нужно. Скорее всего, это навык, который остался. Да. Да, хорошо. Мне кажется, что у нас не очень много времени осталось. Какое, не знаю, есть ли какое-то напутствие, которое ты могла бы дать нашим слушателям относительно того, как им подступиться к инклюзивности? Я не знаю, на самом деле, как не в России, но мне кажется, что в России есть такая особенность, которую, прежде чем подступиться к инклюзивности, нужно преодолеть. Это страх инвалидности. Мы сами, каждый из нас боится стать человеком с инвалидностью. И из-за этого мы хотим этого не видеть. Мы хотим избегать этого. Вторая история, это то, что из-за того, что мы очень редко, когда общались с такими людьми, мы не знаем, как с ними общаться, мы не знаем этикета, мы боимся, а что говорить, человек с инвалидностью, инвалид, человек с ограниченными возможностями, человек с особенными потребностями, маломобильная группа населения. И непонятно, как вообще такого человека это назвать. И вот эти все страхи, они приводят к тому, что я лучше вообще делать ничего не буду. Ну, то есть, чтобы не оказываться вот в этой неудобной ситуации. и важно попробовать, вот почему мне еще очень нравится история с Яндекс.Такси, мне кажется, что пока у тебя не будет вот этого опыта просто поговорить и встретиться и хоть раз посмотреть, а как незрячий человек взаимодействует с твоим продуктом, а как слабовидящий это делает, то будет очень много каких-то странных представлений, что вот эти вот инопланетяне, они вот там существуют. Как только ты встретишься в первый раз таким человеком, ты сразу понимаешь, блин, да обычный парень, ничего страшного, ну, поправил меня, ну, не так я что-то сказала. И офигенно, классно, он там увидел, что я хотела донести или наоборот не увидел. И я бы, наверное, рекомендовала попробовать пообщаться. Слушай, это потрясающий совет, который очень сильно резонирует. Я слышал такое про другие контексты, там, условно говоря, про расовые стереотипы, например, что если у тебя есть хоть один человек в круге общения, не знаю, любой кто-то, представитель вот там другой расы, и ты видишь его как человека, ты гораздо лучше относишься потом ко всем, потому что ты... Нам почему-то важна вот эта настоящая прямая живая связь с человеком, чтобы увидеть, что он действительно человек, что он... Обычный. Ну да, я боялся употребить это слово, потому что он, конечно, необычный все равно, но мы все необычные в чем-то, и мы разные, и это нормально, вот, но он человек, и да, когда ты это видишь и чувствуешь вживую, ты, конечно, гораздо лучше спокойнее теплее. То есть были прям какие-то научные эксперименты, которые показывали, что там, условно говоря, по-моему, это было на флоте в США, что если на корабле были чернокожие матросы, то вся остальная команда значительно лучше работала с ними, там вообще проявлений расизма среди команды было существенно-существенно меньше, чем если команда, там, условно говоря, вся белая, вот, и никто никогда таких людей не видел, и тогда они представятся какой-то странной, чужеродной группой, действительно, отличающейся. Похоже, здесь все то же самое. Конечно, все то же самое. Когда ты видишь, для меня такой большой там прорыв был, когда мы тестировали банкомат с тогда Алексеем Любимовым, и я вижу мужчину, который работает в Яндексе, у которого есть дети, ипотека, жена, и который первый раз в жизни самостоятельно из банкомата снимает деньги. И ты понимаешь, как ты меняешь вообще мир, и это, ну, просто потрясающе. Да, 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 фантастика. Ну что, у нас вообще немного времени остается. Есть еще что-то, не знаю, про что тебе бы хотелось поговорить, что мы не затронули? Мы сегодня много говорили про образование, и я решила сделать курс по доступности, по тому, что зависит от дизайнера и разработчика, что он должен знать, потому что я искренне убеждена, что не руководство должно делать доступность, и не нужно его спрашивать об этом, а каждый из нас это делает, и все, что важно, и все, что нужно, это просто знать, что зависит от тебя, что конкретно ты можешь сделать, делая свою работу ежедневно, не создавая что-то отдельного. И на курсе именно этим мы будем заниматься. Я расскажу про то, какие есть потребности у людей с инвалидностью, отдельный будет блок для дизайнеров, мы очень глубоко погрузимся и посмотрим, что важно знать дизайнеру, будет блок для разработчиков, который будет вести моя коллега из Минска, и дальше мы сделаем практические упражнения для того, чтобы как раз отработать все, о чем мы говорили, и работу разработчику будет тестировать мой незрячий коллега, бывший из Сбербанка, а работу дизайнеров мы будем тестировать на разных симуляторах. Вот. Супер, спасибо большое. Пока-пока. Пока.